здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты 13 ноября я высевала бегонии сортов получилось очень много сейчас я покажу как чувствуют себя семена и буду их уже раскладывать на грунт первым выскочила серия вот это ирлюмина от биотехники 4 вот такие красивые сорта это ампельная бегонии вот у меня плошечки я показывала как я их пассив делала вот этот ряд это бегонии ирлюмина и шин каждого сорта я укладывала по три штуки потому что в пачке их всего по 6 половину решила посеять и в схожесть надо сказать практически стопроцентная такие микроскопические совершенно раз точки вот их придет сейчас предстоит нам разложить но тут вот если присмотреться там уже есть маленькие корешки попробую еще увеличить такие и видно что корешочки туда пошли вторая сторона это бегонии тоже ампельные но они были в более мелких гранулах зашли конечно пока не все но время еще есть вот этих я ложила тут по 2 гранулы какие-то проснулись какие-то не проснулись какие-то еще могут подождать вообще бегония сходит неравномерно поэтому сейчас я разложу на грунт только те которые взошли остальные пока еще останутся на прорастание не знаю зайдут или нет но схожесть для бегонии даже для профессиональных семян считается от 85 до 95 процентов это очень хорошая схожесть но у меня семена непрофессиональные обычные вот из магазинных пакетиков и всхожесть надо сказать очень очень хорошая здесь тоже из каждых двух семян хотя бы одну прорасту ну вот этот крайний только сорт не вижу под номером 17 не знаю но это я уже посмотрю потом в общем такие вот мали пусечки и их нужно раскладывать сортов меня получилось 24 и потом еще пришли новые сорта конечно я для пробы решила посеять под по две штучки их в пачке мало семена дорогие думаю если вдруг не взойдут то у меня будет время пересеять но я думаю что этого количества пока мне достаточно посмотрю конечно как они будут развиваться может быть еще и другие сорта попробую посеять или уже оставлю на следующий сезон или посажу ближе к лету вот такие прям хорошенькие хорошенькие для посадки и посева бегоне я решила использовать профессиональный грунт это почва брикеты для бегоне фитоне и фуксий здесь нужно этот брикет добавить теплой воды пятьдесят шестьдесят градусов и и более и через пять шесть минут увеличится грунт вот из этого брикета должно получиться пять литров грунта состав входит верховой торф переходный торф вермикулит и стартовый запас питания то есть уже все будет готова и плюс ко всему почва будет стерильная для маленьких растений конечно это очень важно поэтому здесь по моему экономить не стоит купить дорогие семена прорастить их и высадить в какой попало грунт это чревато тем что все всходы могут папа падать поэтому решила все таки вот разориться на такой грунт хотя бы для малышей сейчас попробуем что из этого получится один брикет я вскрою вот такие там два прессованного блинчика более подходящей посудины я не нашла буду заливать в этой литр теплой воды рукой терпимая достаточно горяченькая и оставляем на пять шесть минут прошло несколько минут и наши вот эти таблеточки выросли вот такие большие бабушки воды впитали все я до них даже не затрагивалась просто оставила сейчас немножко уже подостыли и грунт получился очень-очень такой хороший и рыхлый грунт я уже подготовила то есть это вот хороший рыхлый воздушный грунт без вкраплений если нет возможности приобрести специального грунта можно использовать грунт универсальный но обязательно туда нужно добавить разрыхлители перлит вермикулит и просеять чтобы не было комков но вот этот грунт я считаю что очень даже подходит здесь нет таких крупных вкраплений тем более что пикировка мне не понадобится я буду сразу высаживать в стаканчики стаканчики я взяла вот такие они уже на поддоне объем у них 200 миллилитров такой вот наборчик единственное что не хватает для бегу не это не хватает у них крышки можно конечно пересаживать пикировать в кассеты но в кассетах мне не нравится очень быстро пересыхает грунт и вот посмотрите кроме того что у них съемное дно то есть очень легко будет пересаживать у них кроме того что вот это вот отверстие еще вот такие вот есть ножки пупырышки то есть когда опускаем стаканчик там остается такой воздушный зазор вода будет не только уходить но и воздух будет сюда попадать и пересадка будет очень даже простой и безболезненной можно высаживать в обычные стаканчики там 50 граммовый 100 граммовый пищевые стаканчики но в них нужно сделать обязательно хорошие дренажные отверстия и вот опытные цветоводы кто пользуется простыми стаканчиками обязательно на дно укладывают кусочки пенопласта или перлита или вермикулита но для того чтобы воздух проходил не только чтобы вода сливалась но и чтобы поступал обратно воздух вот решила я для бегу не купить вот такой вот красивый набор он мне конечно жутко понравился смотрится очень симпатично думаю для красивых цветов стоит разориться на красивые стаканчики потому что растут они медленно стоять и они будут долго на виду и хочется так чтобы вот это выглядело так же красиво наполняю стаканчики грунтом обязательно нужно посмотреть чтобы правильной стороной вот это было вкладыш слишком сильно утрамбовывать не нужно грунт должен быть влажный но такой вот средней влажности и не очень плотный из маленькой бутылочки очень удобно получается самочек стаканчики я все наполнила и у меня еще немножко грунта даже осталось но ростков у меня много вот такого брикета там написано на 5 литров но примерно так и получилось но у меня много ростков поэтому придется еще и второй пакет разводить если грунт суховатый можно слегка сверху пробрызгать но только чуть-чуть чтобы грунт у нас остался достаточно таким рыхлым потому что корешочки совершенно крошечные теперь берем какой-то маленький предмет оставим сюда что-то такое светлое чтобы не потерять росточки потому что они совершенно микроскопические делаем совсем совсем малюсенькое такое углубление буквально на несколько миллиметров и начинаем раскладывать поскольку сортов у меня много я заранее готовлю такие бирочки очень удобные и вместе с этими бирочками растения у меня растут и потом при пикировке при перевалке эти бирки переселяются вместе с растением так вот по три штуки у меня взошло по три штуки я их буду перекладывать взяла вот такую лопаточку но в маникюрном наборе можно найти все что угодно можно в зубочисткой можно и тем и другим и аккуратненько начинаем переносить эти наши микроскопические растения если корешочек уже впился в салфетку то можно взять с кусочком салфетки главное не повредить сам росток вот так усенький росточек главное его не потерять и там уже два маленьких маленьких корешочкой не знаю видно этого не видно и и теперь мы вот это все аккуратненько сюда пересаживаем так чтобы наружу остались только одни листочки здесь уже видно корешочек так но это процесс долгий я все показывать конечно не буду это мне на несколько часов хватит осталась у меня одна семечка я ее уронила из пачки из какого сорта не знаю стаканчики все уже заняты вот взяла 100 граммовый стаканчик вниз насыпала немножко мелкого мелкого керамзита сделала побольше отверстий но и такой жирненький росточек конечно оставлять здесь я не буду надо сказать работа очень такая тяжелая вот уже теперь не знаю надо было наверное сеять зато посмотрите какие корешочки надо было сеять наверное в грунт сразу следующую партию буду сразу грунт сеять просто у меня не было стаканов я ждала пока они придут и не было грунта поэтому решила посев сделать на салфетке не хотела заморачиваться с пикировкой но по всей видимости пикировку делать все таки проще чем вот это вот перевалку так вот у меня получилось 18 стаканчиков те которые вот эти бекони ампельные иллюминашн они очень хорошо взошли их я посадила по одной а вот остальные там схожесть такая где-то на 50 процентов поэтому я их разложила тут даже не видно не могу ничего показать разложила парами как были семена парами где-то одна семечка проросла где-то не проросла один сорт вообще семечки не проклюнулись но я не стала оставлять уже плошку из-за одной семечки переложила ее сюда не знаю взойдет или не взойдет теперь у меня есть сомнения со с моим зрением все ли семена я разложила так ладно теперь это все накрываем стеклом крышкой пленкой чем угодно и ставим на хороший хороший свет бегонии нужен обязательно хорошее освещение ежедневно нужно проветривать вот с крышкой конечно это удобнее у меня не на всех контейнерах есть крышки на некоторых пленка и веревочки завязываю каждый день поднимаю проветриваю переворачиваю пленку или стекло и закрываю по мере необходимости когда грунт начнет подсыхать а подсыхать он начнет не скоро потому что закрыто первое время опрыскиваем просто из полиризатора для того чтобы увлажнить верхний слой грунта потому что нижний слой просыхать будет долго попозже когда появятся листочки можно будет проливать вот так аккуратно по краю но не ни в коем случае не на ростки буквально капельками бегония на начальном этапе очень любит влагу но переувлажнение грозит черной ножкой обязательно должна быть хорошая температура это 22 20 22 градуса если для прорастания нам нужно было потеплее то сейчас достаточно будет 20 градусов и ждем появление первых листочков и у меня был очень большой вопрос по поводу того когда же все таки снимать тепличным условием нашла я информацию что после появления второго листа то есть обычно в это время при появлении 2 3 листочка мы пикируем и в это время нужно будет открывать сначала по 10 минут потом по 15 можно вот так вот приоткрыть чтобы воздух попадал в общем приучая в течение двух-трех дней сеянцы к свежему воздуху и только потом снимаем крышку но подсветка должна быть 14 16 часов обязательно иначе ростки будут вытягиваться но бегония она не склонна к вытягиванию но хорошее хорошее освещение это одно из основных правил выращивания я выращиваю бегонию впервые поэтому для меня это цветок новый очень много всякой информации я перечитала пересмотрела ну пробуем у меня еще впереди вот такая вот еще одна оплошка здесь тоже наверно столько же получится если не больше кстати последнюю партию и устомы которые вот пришел пакет отдельный после того как я уже все посеяла 18 ноября 5 штук сапфир пинг это по моему маленькие устомки из пяти семян проросли на салфетке все вот такие вот у них проросточки их я тоже сейчас так видно их я тоже сейчас пересажу в рюмочки и поставлю туда же вместе с бегониями наконец-то работа завершена провозилась я с этими двумя коробками почти два часа с моим зрением вот у кого плюсовое зрение лучше вообще не связывайтесь с этим способом говорю честно лучше бы я десять раз распикировала пикировать это там хоть еще видно а здесь вообще ужас больше так сеять не буду и у стомки я тоже под рассадила а некоторые садила те которые пожирнее по одной семечки которые где-то там вот взошла не взошла сомнительные типа 2 представляете вот это вот микроскопическое создание нужно посадить и не воткнуть его вверх ногами и не закопать его с головой это какой-то вот прям я не знаю те семечки которые только вот начинают как бы зеленеть я их тоже воткнула и не по нет у меня никакого вот семнадцатый сорт видите белые гранулы вот у них как бы нет никаких признаков жизни я их пока конечно еще подержу в коробке 17 это у нас темно-розовая евро семена это извечно цветущих конечно хотелось бы их завести но если не получится я еще раз их подсею но следующий посев конечно я буду делать в плошке как вот обычно делала рядами насыплю землю и рядами буду сеять больше такой посев проводить не буду для того чтобы удостовериться во всхожести семян конечно это может быть вариант подходящий но для такого количества это ужас какой-то невозможно вот посеяла же я как человек в плошке катарантусы рядочками пеларгонии рядочками все прекрасно кстати пеларгонии уже скоро пора пикировать катарантусы какие-то взошли какие-то не взошли но уже подсыпать землю сейчас можно а вот перекладывать вот эти пророщенные семена конечно нет вот здесь на окошке стоят пеларгонии которые самые первые они уже прямо стоят на прохладном подоконнике вместе со взрослыми открытые вот дают уже листочки тоже их уже пора наверно в понедельник буду пикировать холодно очень холодно здесь но это от форточки конечно я немножко отгородила форточка открывается наверх но здесь утром чувствуется что прохладно и они хорошо себя чувствует поливая их по краешку ни один еще раз точек не упал под окна